Вскоре будут подведены итоги кампании по диспансеризации населения и вакцинации против гриппа. Предварительные результаты озвучил главный врач больницы Сергей Турьев. Показатели вакцинации от гриппа на сегодняшний день выполнение плана 92% до 8,7%. Выполнение плана по диспансеризации почти 97,5%. Это 3422 человека. Еще одна задача, поставленная областным правительством, прозвучала от главы городского округа. Речь идет о программе по раздельному сбору мусора, что стартует 1 января будущего года. Как отметил Иван Савинцев, проведена инвентаризация контейнерных площадок. Сейчас управляющий компанией заключает договоры с региональным оператором, который будет осуществлять вывоз ТБО. Мы к этому готовимся. Понятно, что есть сложности. Тем не менее, наши задачи эти сложности решить. И, Виктор Павлович, сегодня будет отдельный вопрос на заседании правительства, будет посвящен именно этому. Принимаем к исполнению те задачи, которые будут поставлены на заседание правительства. Если нужно, Сергей Виктор Павлович, мы проводим совещание на этой неделе с управляющими компаниями, корректируем ход выполнения. Мы не должны нигде западать, нигде отстать, потому что общая задача – мы работаем в единой системе, и все должно быть вовремя выполнено. Веселый старт и ворошиловский стрелок, рождественские чтения. Мероприятие истекшей недели в сфере образования перечислила Татьяна Кулаткина, руководитель профильного отдела. Продолжила доклад Татьяна Николаевна сообщением о ключевом событии, которое произойдет 5 декабря. 11-классники напишут итоговое сочинение, которое является допуском основного периода государственной итоговой аттестации. Сочинение оценивается, зачет или не зачет. Если ребенок по уважительным причинам не смог принять участие завтра или получит не зачет, еще будут два срока февраля и мая, когда можно это перестать. О событиях, которые уже состоялись или только планируются, упомянул в своем докладе руководитель отдела по культуре, спорту, туризму и работе с молодежью. На предстоящей неделе 7 декабря в Центре культуры развития пройдет праздничный молодежный вечер «Дорога и добра», посвященный год волонтеру, где будут подведены итоги конкурса и награждения победителей. 7 декабря в 18 часов в Доме ученых состоится торжественная церемония открытия фотоконкурса Юни Сафонова. И традиционно в Дворце спорта АК на этой неделе стартовал 7-й чемпионат и первый запоминник футбола в городе Пущино среди мужчин, который проходит во вторник и на четвергах с 20 часов до 22. Как сообщила Александра Мещерякова, начальник отдела социальной защиты населения Пущино, 6 декабря Дом правительства Подмосковья посетит пущинская многодетная мама Анна Блиникова. Она представлена к награждению знаком «Материнская слава». Диана Ларионова, Иван Хромов, ТВС Пущино.